Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и прежде всего хочу поздравить всех вас с тем, что сегодня 1 сентября. 1 сентября это исторически важный день для многих людей, прежде всего для школьников и студентов, то есть это день знаний, это начало нового учебного года, вот, и, соответственно, с 1 сентября, конечно же и дети идут в школу, и студенты идут в институт, и также многие люди начинают тоже заниматься образованием. Именно поэтому решил, что будет логично сделать скидки на свои уроки по шахматам, то есть, как многие из вас, наверное, знают, я провожу уроки через интернет, по скайпу, по зуму, вот, и сейчас на данный момент мои уроки стоят 1200 рублей в час. Вот, если вы хотите заниматься и запишетесь в течение ближайших 7 дней, то есть до 7 сентября включительно, то уроки будут стоить для вас 1000 рублей в час, естественно, что цена эта будет уже фиксирована, и меняться она в дальнейшем не будет. Вот, так что поэтому, кто под день знаний хочет записаться, или кто хочет отдать своих детей, то можете попробовать провести один урок, и, соответственно, дальше, если вам понравится, то мы с вами продолжим заниматься и уже на постоянной основе. Ну что ж, а сегодня мы поговорим про один интересный и острый дебют, который я, конечно же, играю крайне редко, но, тем не менее, к которому отношусь с большим уважением, дебют с серьезной историей, и который являлся в 19 веке одним из самых популярных в шахматах. Сейчас, конечно же, в 21 веке его играют крайне редко, особенно гроссмейстеры. Мы говорим про Крадевский гамбит. В этой партии, которую я сейчас покажу, Крадевский гамбит возник не совсем стандартно, то есть он возник из вообще другого дебюта, но, тем не менее, у нас получилась позиция, характерная именно для Крадевского гамбита, если говорить более конкретно, то для контргамбита Фолькбейера. Вначале покажу, как у нас все было в партии, и затем покажу порядок ходов, который является более традиционным. Итак, в партии белые сыграли Е4, далее черные сыграли конь Ф6, то есть у нас пока возник такой дебют популярный, как защита Алехина. Ну, защита Алехина, конечно же, дебют не самый, может быть, популярный, если брать гроссмейстеров, но, тем не менее, на уровне любителей встречается довольно часто. Дебют интересный. Здесь, конечно же, основной ход за белых, и самый сильный ход за белых, это ход Е5, но белые сыграли конь С3, тоже логичное решение. Далее последовало Е5, и вот тут могли белые сыграть там просто конь Ф3, слон С4, переходя в позиции, похожие на итальянскую партию. Вот, но белые сыграли Ф4, то есть у нас произошел переход из защиты Алехина в венскую партию, но далее все было еще интереснее. Дело в том, что после Д5, а Д5 основной ход за черным в данной позиции, ЕД и Е4, получилась позиция, характерная для кородевского гамбита, а если говорить конкретнее, то для контр-гамбита Фолькбейера. Итак, как же эта позиция возникает из именно кородевского гамбита? Конечно же, все равно белые первым ходом играют Е4, ну и тут, чтобы получить кородевский гамбит, черным нужно сыграть Е5. Итак, Е4, Е5, далее Ф4, ход который характеризует именно кородевский гамбит, далее черные, конечно же, могут сыграть ЕФ, это будет принятый гамбит, но можно сыграть и Д5, это контр-гамбит Фолькбейера. Далее, после ЕД, на самом деле, из-за черных здесь есть не только ход Е4, который применяли как раз таки в 19 веке и там в начале 20 века, но и ход ЕФ, который в современной практике встречается гораздо чаще, то есть это переход к принятому кородевскому гамбиту, и здесь у черных отличная позиция на самом деле, то есть ЕФ, я считаю, что даже более сильный ход, чем Е4, но тем не менее Е4 ход тоже вполне, конечно же, возможный, и вот после Е4 здесь за белых сильнейший от Д3, безусловно, то есть белым нужно подрывать пешку и нападать на нее именно таким образом, не конем, а именно пешкой, чтобы потом все-таки состоялся размен на Е4, и эта пешка все-таки ушла с доски как можно быстрее, но тем не менее при ходе конь С3 и конь Ф6 возникает та же самая позиция, которая возникла и в партии, и которая получилась, как ни странно, из защиты Алехина. Ну что ж, вернемся в партию, еще раз покажу, как там все было, надеюсь, что вы не запутались, еще раз давайте медленно разберем, что было в партии Е4, конь Ф6, защита Алехина, далее после конь С3 и Е5 и Е4 у нас получилась венская партия, я тоже ее вкратце разбирал, как и защиту Алехина в своих прошлых видео, можете найти меня на канале, кому интересно, ну а после же Д5, ЕD и Е4 получилась позиция, характерная уже для Крадевского гамбита, то есть вот так вот за 4 хода мы поменяли по сути 3 дебюта. Тем не менее, здесь все-таки не идеальная редакция Крадевского гамбита для белых, то есть контур гамбита Фалькбейера, если говорить более конкретно, потому что белые не провели Д3 раньше, и вот все-таки тут порядок ходов довольно важен, то есть Д3 вместо конца 3 было бы намного сильнее, здесь же Д3 уже в этой позиции ход немножко медленный, то есть он все равно правильный, но тем не менее черные успевают сделать связку, сыграть слон Б4, и далее на слон Д2 еще один сильный есть ход за черных, который в принципе как раз таки в духе Крадевского гамбита, это ход Е3, то есть черные жертвуют вторую пешку, но тем не менее получают очень неплохую инициативу, ну и плюс ко всему пешка Д5, она конечно же в любом случае падает, поэтому в итоге все равно черные останутся без пешки, то есть они не потеряют себе на много материала. Итак, после Е3 белые обязаны бить, черные играют рокировка, ну и вот тут белые допустили уже серьезную ошибку, то есть их план был вполне логичен и понятен, это уйти в длинную рокировку, и белые сыграли Ферзь Д2, с целью уйти в длинную рокировку, что они в итоге и сделали, но тем не менее решение хотя и логичное, но не самое лучшее. Нужно было все-таки стремиться к короткой рокировке, либо по крайней мере к развитию Крадевского фланга, и стоило в этой позиции сыграть вместо Ферзь Д2, который ход, который был в партии, просто слон Е2. То есть слон Е2 более сильный ход, здесь конечно же белым не нравился ход КНД5, который тем не менее и так и так черные сделают, помешать этому ходу белые не могут, то есть КНД3 связан, поэтому КНД5 конечно же черные могут играть спокойно, ну и в принципе Ферзь защищает коня на Д5, кроме всего прочего. Итак, КНД5 напали на слона чернопольного, поэтому слон Д2, далее слон С3, БЦ и Ферзь Ф6, то есть черные продолжают нападать, сейчас они напали причем на две пешки, и на пешку С3, и на пешку Ф4. Ну и плюс ко всему, черные в принципе здесь довольно активно играют, и не дают белым спокойно развить свои фигуры. Ферзь С1, тем не менее такой вот истинный ход у белых, укрепляющий пешку на поле Ф4. Итак, далее ладья Е8, привожу примерный вариант, который встретился в одной из партий, и также который компьютер советует, то есть черные пока выводят ладью, и связывают слона на поле Е2. Итак, С4 нападая на коня, и не отдавая пешку на поле С3, все равно тем не менее конь выходит на поле С3. Далее король Ф2, то есть ход довольно корявый, но в чем идея? Идея в том, что белым все-таки нужно как-то здесь доразвить свои фигуры, и таким вот образом белые пытаются решить проблему развития своих сил. Дело в том, что коня С1 убирать нельзя, потому что зависает слон на поле Е2. То есть конь выполняет важную защитную функцию. Ну и далее тоже покажу просто примерный вариант, то есть тут чисто демонстративная такая игра, С4, С4, король Ф1, конь С6, слон Ф3, конь Б4. Опять же таки, это то, что вполне может встретиться в данной позиции. Ну, видно, что здесь у черных за пешку хорошая компенсация, то есть белые остались без рокировки, ладья на поле H1 не игры. Вот, ну и хотя конкретных угроз у черных тут не видно, тем не менее позиция довольно опасна у белых, хотя опять же таки движок считает, что у черных здесь какой-то серьезной инициативы все-таки нет, и дает примерное равенство. Вот, ну в любом случае, что важно? Важно, что белым нужно играть очень-очень аккуратно в этой позиции, то есть решиться на позицию без рокировки, и все-таки оставить своего короля в центре, там на поле Ф2, например, на поле Ф1 при случае он тоже попадает. Ну вот ферзь Д2, план, еще раз повторюсь, очень логичный, но, к сожалению, для белых неправильный. То есть ферзь Д2, и здесь уже у белых довольно большие проблемы. Черные просто играют конь Д5, белые завершают развитие, играют рокировка, ну и вот тут на самом деле черные могли сразу получить большой перевес сходом в слон С3, который они сделали чуть позже, но ферзь Е7 тоже в целом оставляет большой перевес за черными. Покажу примерный вариант после слона С3, здесь опять же таки интересна демонстрация атаки черных. То есть слон С3 в чем суть? Мы знаем, что после БЦ черный играет ферзь Е7, создавая две угрозы. Первая это взятие слона, и вторая это шаг на поле А3. Ну, слон под боем, поэтому все-таки его отдавать совсем не хочется. Слон Д4. Такой ход напрашивается. Далее ферзь А3, король Б1 и конь С6. Создается очень сильная угроза. Это взятие на поле Д4 и затем конь С3 шаг. Ну, то есть приведу примерный вариант. Допустим, какой-то нейтральный ход белых. Ну, почти слабый ход, но просто демонстрации. Да, и здесь в этой позиции белым можно сдаваться. То есть на уход короля они получают просто мат в один ход, что, мягко говоря, неприятно. Ну, а если мат в один ход не получать, тогда придется отдавать ферзя. Тоже это, конечно же, не сильно приятно. Именно поэтому, еще раз вернемся назад, после хода конь С6, конь Д4 очень сильный ход, и от него нужно защищаться. Ну, вот здесь как-то вот на соплях, можно сказать, белые держатся. Ну, как держатся? По крайней мере, не проигрывают сразу после хода С4. Но, тем не менее, даже здесь черные могут выиграть материал с помощью такого маневра, как конь Д4, ЦД и конь Б5, создавая все-таки угрозу хода конь С3, от которой хорошей защиты у белых нет. Ну, и вот тут конь Е2, еще белые, из последних сил цепляются, но после слона Ж4 все-таки видно, что защита по С3, она скоро упадет. Ну, и допустим, С4, слон Е2. Здесь, как бы белые ни сыграли, не остаются без качества. Допустим, в варианте слон Е2, конь С3, король А1, конь Д1, ладья Д1, то есть у черных лишнее качество, плюс инициатива, атака на короля, то есть позиция с большим перевесом черных. Вот, конечно же, если так попытаться понять все эти варианты, то можно сказать, что все это довольно сложно, но, тем не менее, могу сказать так, что, в принципе, здесь атака более-менее стандартная, и, в целом, когда вы видите короля соперника, который ушел в длинную сторону, то подобные идеи вполне можно применять. Ну, черные, на самом-то деле, сыграли в похожем стиле. Они сделали ход Ферзь Е7, который мы с вами разбирали, только без взятия МЦ3, а Ферзь Е7 сразу. Ну, и вот тут, если бы белые сыграли с зон Д4, возможно, бы они не проиграли партию буквально в два хода. Сон Д4 еще как-то более-менее держала оборону, хотя тоже после хода конь С6 у черных. Очень большой перевес и масса угроз, то есть, взятия здесь, и после хода слона взятия здесь, конем были слоном там, ну, слоном, наверное, даже более сильно, с похожими вариантами на те, что мы видели с вами пару минут назад. Вот, но с НД4 все равно сыграть нужно было, потому что здесь уж хотя бы белые не проигрывали в один-два хода. После же ухода слона на поле Ф2, такого вот более прочного, кажется, но с другой стороны и более слабого, последовало слон С3 уже, ну, и тут после слон С3 позиция белых уже просто безнадежная. То есть, если сыграть БЦ, что хочется сделать, то тогда будет ферзь за три шаг, король Б1, вернее, конь С3. То есть, та же идея, что я вам показывал уже раньше, то есть, на ферзь С3 теряется ферзь, но уходить королем еще хуже, потому что будет мат в один ход. Вот такие вот грустные для белых варианты вполне могли быть в партии. Ну, белые попытались не получить мат сразу, у них это, в принципе, удалось, они на ход. Солнце 3 сыграли. Ферзь Е2, ну, и здесь, на самом деле, у черных уже лишние материалы, можно было сыграть как-то более спокойно, но черные играют максимально агрессивно, и этим как раз-таки мне данная партия тоже понравилась. Черные играют ферзь Б4, то есть, не меняют ферзей, а нагнетают давление. То есть, есть же такое правило, наверняка многие из вас слышали тоже, что размены выгодны той стороне, которая имеет материальный перевес. У черных материальный перевес, то есть, в принципе, очевидно, что даже там размен ферзей тоже оставлял за черными большое преимущество. Размен ферзей, потом слон куда-нибудь уходит, и у черных просто остается лишняя фигура. Лишняя фигура за пешку, ну, понятно, что здесь перевес у черных очень-очень большой. Но если вы видите атаку на короля, то в такой ситуации размен фигуры это будет на самом деле неправильное решение, а правильное решение, это, конечно же, продолжение атаки, и вам нужно огнетать давление и создавать угрозы для короля соперника. Поэтому ферзь b4 здесь очень сильный ход. Ну и в этой позиции белые уже просто сдались. То есть, почему они сдались? Дело в том, что угрожает мат в один ход, а если сыграть bc, то тогда будет конь c3 и похожие варианты. То есть, угрожает мат в один ход после ухода ферзя коня 2. Ну, если ферзь не уходит, да, тогда, естественно, что у нас есть идея не только коня 2, но и конь e2. Вся эта ферзь здесь тоже, безусловно, очень сильная угроза. Так что, как видите, королевский гамбит, если говорить более конкретно контргамбит фолькбейера, может быть довольно опасным для белых, но, тем не менее, в общем-то, в чем проблема данного дебюта? Ну, королевский гамбит, в принципе, сам по себе дебют рискованный, но если мы говорим про стандартный порядок кодов, который является классическим, то вот данные позиции, еще раз я покажу, конечно же, конь c3 и конь f6, вот это все для белых не нужно делать, так тоже играют, ну, здесь после d3 и стандартный б4, как мы видели в партии, у черных очень неплохая инициатива, и белые очень часто остаются без рокировки, поэтому сейчас в современной практике все это уже не работает, и здесь белые играют d3, d3 выбивает в дальнейшем пешку на поле e4, и, соответственно, не давая черным такую сильную инициативу, вот, то есть при этом у белых, возможно, не будет даже лишней пешки, но самое главное, что белые здесь спокойно развивают свои фигуры и не боятся получить мат или же попасть как минимум просто под атаку, что тоже очень-очень важно. Так что в целом, королевский гамбит и контргамбит фрикбейера это в любом случае острые интересные дебюты, и вот видно, что здесь можно очень быстро попасть белыми под раздачу, если буквально пару ходов стоять неаккуратных, и, соответственно, здесь у черных хороший шанс на них, инициативу. Ну, естественно, что белые тоже могут создавать проблемы для черных, очевидно, что это работает в две стороны в таком рискованном дебюте. Ну что ж, еще раз скажу, что кого интересуют уроки по скайпу, то обращайтесь, еще раз напомню, что до 7 сентября цена будет 1000 рублей в час за урок. Всех еще раз с днем знаний, с началом нового учебного года. Спасибо за внимание, ну и до встречи в новых видеороликах.